Варник 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 получила международную аккредитацию в 2015 году. Для обучения мы, студенты в теме информатики, это совершенно новая наука, которая возникла как таковая относительно недавно. Учебных пособий, учебников нет. Мы начали написание учебников. Уже три тома, первые три тома уже вышли. В этом году мы планируем, уже подготовлен к печати четвертый том, и еще последние два тома будут опубликованы в Казанском федеральном университете в 2017 году. На сегодняшний день у нас порядка 1100 страниц все это занимает. Это уникальный учебник. Он не только первый в России, но я считаю, что он уникальный вообще в мире. Конечно, будет переведен на английский язык. То, что касается научного сотрудничества, значит, у нас в 2013 году было открыто, руководство университета поддержало открытие лаборатории в рамках Open Lab. У нас уже есть, так сказать, четыре аспиранта, два из которых софинансируются Казанским федеральным университетом и Страсбургским университетом. И эта лаборатория получила в 2014 году грант РНФ 10 миллионов в год для проведения исследований международной научной группы. Значит, мы получили, значит, комнаты в новом здании института, химического института. И, как вы видите на этом снимке, значит, открытие этой лаборатории, значит, на открытии присутствовал президент Татарстана. Ну, теперь я перейду к научной составляющей, значит, я вам расскажу вначале два слова, что такое химинформатика, значит, почему она развивается, значит, проблема больших данных, big data problem, да, значит, и очень коротко я покажу несколько примеров, значит, отдельного, так сказать, направления в химинформатике, это картография или хемография, которую называют, значит, как она применяется для поиска новых лекарственных препаратов, ну и в конце концов, я вам расскажу о, значит, новом концепции Stargate, звездные ворота, для оценки профиля активности медицинских препаратов. Ну, два слова о химинформатике. Это мультидисциплинарное научное направление на стыке химии, математики, информатики, фармакологии, значит, который использует специальные методы, методы машинного обучения или интеллектуального анализа данных для построения предсказательных математических моделей, которые связывают структуру молекул с их свойствами. И главным применением является компьютерный поиск, значит, так называемого целевого соединения или там материала, то есть материалов, обладающих заранее заданными свойствами. Я должен сказать, что сейчас в мире ни одно лекарство не производится без вовлечения методов химии информатики. Все крупные фармацевтические фирмы имеют лаборатории, сильные научные группы, хемоинформатиков, что существенно позволяет уменьшить затраты на разработку лекарственных средств. Почему, с чем связана эта экономия? Значит, ну, в самом начале все были очарованы, значит, новыми экспериментальными технологиями высокопроизводительного скрининга, значит, когда роботизированные системы автоматически, значит, скринировали различные химические, значит, препараты по отношению к живым клеткам или по отношению к белкам, но оказалось достаточно, так сказать, порядка там нескольких сотен тысяч в неделю, но оказалось, что вот такой слепой скрининг экспериментальный, он не привел, он очень затратен, и, с одной стороны, с другой стороны, и привел к такождаемым результатам, поэтому это началось на фирмах, значит, они начали достаточно давно использовать предсказательные модели для проведения, так называемого, виртуального скрининга, который фактически отсекал те молекулы, которые явно не могут, явно не нужны. Ну и вот, собственно говоря, отобранные кандидаты уже были, значит, использованы для эксперимента. Значит, ну вот, вообще говоря, значит, вот этот самый виртуальный скрининг, это совершенно необходимое, неизбежный этап. Почему? Человеческий протеом, то есть совокупность всех белков, которые так или иначе могут стать мишенями для медикаментов, значит, где-то порядка пяти тысяч. На сегодняшний день доступны, описаны порядка двухсот миллионов химических соединений. Если вы, так сказать, если каждое соединение испытывать относительно каждого белка, значит, вы перемножаете пять тысяч на двести миллионов, у вас получится один триллион, это понятно, значит, нельзя сделать один триллион экспериментальных тестов. И это недостаточно все равно, потому что для каждой молекулы, которая планируется быть использована как медикамент, необходимо провести дополнительные тесты по растворимости, по адсорбции, по токсичности и так далее, то, что называют набором необходимых адметокс, необходимых фармакокинетических и фармакодинамических параметров. То есть виртуальный скрининг абсолютно необходим, значит, он должен быть быстрым и эффективным, достаточно предсказательным. Ну, собственно говоря, значит, то, что я показываю своим студентам, задача заключает гораздо более сложнее. Задача отбора, нахождения одной или там нескольких молекул в базе данных, содержащей миллион и миллиарды молекул, эта задача гораздо более сложная, чем найти иголку встогусена. И как хемоинформатика, значит, действует, собственно говоря, она пытается найти какие-то особенности, которые отличают активные молекулы от неактивных. Это могут быть, значит, какие-то структурные фрагменты молекул, это могут быть какие-то специфические характеристики, типа форма, там, электрических полей, других полей, значит, характерные особенности взаимодействия с белком. Это могут быть некие формальные математические уравнения, которые связывают активность, биологическую активность и структуру молекул. Значит, все это используется, значит, есть целый набор инструментов, они основаны на разных концепциях, значит, вот они, значит, здесь приведены. Значит, это так называемая воронка виртуального скрининга. Воронка почему? Потому что вначале необходимо скринировать миллионы и даже миллиарды какими-то очень быстрыми методами, и в конце концов, так сказать, вы используете все более и более точные, но время затратные методы, поэтому на каждом этапе вы убираете, значит, этой воронки, значит, убирается, так сказать, ненужное соединение. И вот среди этих методов, вот красным написано maps, карты, значит, это вот, собственно, тема моего, значит, доклада, то, что я хотел сделать. Ну, собственно, два слова еще вот о чем. Значит, вы понимаете, сейчас во всем мире пытаются найти решение проблемы больших данных. Посмотрите, вот на этом графике отложено число молекул в базе данных chemical abstract service registry. Посмотрите, на последние 10 лет количество молекул синтезированных было втрое больше, чем за предыдущие 40 лет. То есть эта кривая, она похожа на экспоненциальную, на экспоненту. Ну, почему это так? Посмотрите, вот появились новые, очень высокоэффективные методы синтеза химических соединений. Вот маленький приборчик, который стоит относительно недорого, из лаборатории профессора Антипина, здесь в Казани, он может произвести до 100 реакций в день. То есть аспирант в течение трехлетнего срока может сделать порядка там 90-100 тысяч новых соединений. И среди них, возможно, может быть фантастическое соединение против рака, против решения кардиоваскулярных проблем и так далее, нужны какие-то методы, которые быстро оценивают это. Значит, другой вопрос. Ну, а вот эта экспоненциальная кривая, она идет докуда? Ну, вот, значит, с моим молодым коллегой из Казанского федерального университета Тимуром Маджидовым мы попытались сосчитать, сколько молекул потенциально могут быть синтезированы. Так вот, это число, значит, порядка 10 в 33 степени. Это огромное число. Кстати, вот одна из наиболее, так сказать, хорошо цитируемых работ. Такая немножко science fiction, но тем не менее. Значит, посмотрите, 10 в 17 степени секунды – это время жизни нашей Вселенной. А здесь 10 в 33 степени. Вы понимаете, как проанализировать этот огромный, даже 200 миллионов, это уже много, как проанализировать этот огромный массив данных и как извлечь информацию о полезных молекулах. Ну, вот, значит, здесь мы подходим к концепции химографии или картографии, как хотите. Значит, вот это некое, так сказать, направление химоинформатики, которое предложено этим относительно молодым человеком, моим приятелем Тюдором Опреа из университета Нью-Мексико, который предложил описывать большие массивы, так сказать, химических данных с помощью карт, подобно тому, как географические карты описывают различные объекты нашей планеты – территории, ландшафт, природные ресурсы и так далее. Значит, ну, тут два слова я позволю себе, так сказать, заметить, все-таки, так сказать, не хочу давать никаких формул, но, тем не менее, значит, вот я хочу сказать, что вот в химоинформатике структура молекул очень часто представляется в виде набора полезных параметров, которые описывают ее поведение. Эти параметры называются молекулярные дискрипторы, от слова describe, и, собственно говоря, вот вместо, значит, молекулярной структуры, которую вы видите слева, значит, можно использовать целый набор, как в математике говорят, вектор на вот этих вот полезных параметрах, которых описано до пяти тысяч штук, так сказать, они сформируют своеобразный отпечаток пальцев, значит, и каждую вот молекулу, каждое химическое соединение можно представить как объект в пространстве пяти тысяч измерений. Ну, так тоже неслабо, так сказать. Как же увидеть объект в пространстве пяти тысяч измерений? Ну, это, конечно, невозможно сделать. Мы можем увидеть, значит, визуализировать объекты в двухмерном, трехмерном пространстве, значит, необходимо каким-то образом сплющить, значит, уменьшить, так сказать, пространство до двух, скажем, для того, чтобы географическую карту, химическую карту, значит, мира сделать, да. Такие методы есть, у них очень много, значит, ну, вот мы использовали некий такой метод революционный, он сильно отличается, так сказать, от многих других, значит, называется генеративный фотографический маппинг. Он был предложен в 96-м году только для визуализации данных и анализа, а нами был, значит, разработан математический формализм, позволяющий использовать этот метод для построения предсказательных количественных или качественных моделей структуросвойства. То есть, это достаточно большой шаг вперед, так сказать, да. Там есть очень много формул, но я позволю себе вам их не показывать. Вот, ну, пример, как выглядит эта карта, значит, вот, собственно говоря, мы взяли, вы знаете, что в томографии применяется гадолинии, такой лантонит, значит, ну, вот мы взяли, так сказать, его аналог, глютез, и тоже лантонит, значит, это исследовали молекулы, которые селективно, более или менее, связывают этот, значит, объект, катион, лютеция, значит, и поместили эти точки на карту, ну и что? Ну, а дальше, значит, мы ввели третью ось, значит, это активность, то есть это сродство молекул, то есть насколько хорошо они, значит, захватывают этот самый лютеции. И вы видите, значит, здесь ландшафт, он называется ландшафт активности. Значит, есть горы, есть долины. И что же на горах? Оказывается, что горы соответствуют зонам, которые, значит, на которых находится, значит, высокая концентрация очень специфических молекул. Я не знаю, если есть химики среди вас, эти молекулы, которые могут носить заряд, нести заряд 3- в воде. А вот сам лютеции, он имеет заряд 3+, и поэтому возникает комплементарное сильное взаимодействие 3-, 3+, и вот эти самые взаимодействия очень сильные. А в долинах находятся молекулы, у которых заряд может быть 0 или, значит, минус 1. Понятно, что взаимодействие гораздо слабее. То есть я хочу сказать, что вот эта карта, если мы ее как географическую карту представим в двух измерениях в цвете, зеленый, значит, это низкоактивный, а коричневый, это высокоактивный, да, значит, и вот эта красная линия, она разделяет зону низкоактивных и высокоактивных соединений. Посмотрите, эта карта на самом деле может быть использована уже как механизм исследования. Представьте себе, что у вас есть миллион новых соединений. И вы каждое соединение, значит, оно может быть, для каждого нового соединения можно найти его позицию на этой карте. Если это новое соединение окажется на правой половине, в зоне гор, с большой вероятностью оно будет активным. Если на левой половине, с большой вероятностью оно будет неактивным. Вот, ну, значит, то, что касается, другой пример, то, что касается, ближе к делу, так сказать, ближе, так сказать, к медицинской тематике. Ну, вот другая карта сделана на одном, примерно, значит, 1-2 миллиона соединений из базы данных, которая называется Кембл, это европейская база данных, значит, биологически активных соединений. И, собственно говоря, у нас есть проект совместно с Новосибирским институтом фундаментальной медицины, значит, по поиску новых антивирусных соединений. Значит, мы построили такую карту, значит, вот это синие, это области, которые занимают антивирусные соединения, значит, активные по отношению к каким-то, к любому вирусу, да, значит, красные неактивные, значит, там есть промежуточные цвета, где вероятность примерно одинаковая, значит, вы же понимаете, то есть у вас же не может быть только одни или только другие, только хвойные леса или только лиственные леса. У вас же могут быть зоны смешанных лесов. То же самое на этой карте, есть зоны, которые строго соответствуют только антивирусных или только неактивных, а есть зоны, которые занимают все. Так вот, эти карты нам позволят, проект еще не закончен, поэтому я не буду говорить много. Мы с помощью этих карт уже выявили два активных соединений, они идентифицированы. Это вирусы широкого, антивирусные препараты широкого спектра действия, значит, ну все их проверили, в частности, сейчас на цитомигаловирус, значит, и их сейчас будут проверять на другие типы вирусов, да. Значит, ну второй пример, который показывает, как хемоинфицировать, значит, вот эти карты, насколько они полезны для того, чтобы работать с большими массивами данных, значит, вот, вы знаете, значит, когда медицинский химик, значит, он находит, значит, то, что называется lead molecule, то есть молекула, которая уже обладает активностью, он хочет найти ее аналоги, он обращается, он не синтезирует сам, он обращается к фирмам, и чтобы, значит, из них выбрать молекулы, которые подобны его, значит, таких фирм очень много, значит, и задача заключается в том, чтобы найти, вообще говоря, значит, быстро найти среди этого моря, так сказать, предложений, полезные молекулы, и вот, значит, мы взяли порядка двух миллионов, больше двух миллионов молекул, 37 базовых данных коммерческих реагентов, построили такую карту, вот эти вот зоны, значит, это влогарифмическая шкале зоны плотности, более или менее плотной области, коричневая, это более плотная, значит, светлая, это менее плотная, ну и что? Ну, вы знаете, значит, вот для того, чтобы интерпретировать эту карту, мы использовали, вообще говоря, значит, очень часто использованные географии, значит, раскрашивание карты, мопирование свойств. То есть, вот эта контурная карта перед вами, да, она ничего не показывает, ну, только контуры континентов, да, а теперь посмотрите, вот эти карты, которые вам хорошо известны, они все разные, но они отвечают, описывают один и тот же объект нашу Землю, это физическая карта мира, значит, горы, октяны и так далее, это политическая карта мира, значит, границы, это, скажем, значит, выброс СО2, значит, они могут быть связаны, могут быть не связаны, но они характеризуют, в совокупности карты характеризуют этот сложный объект Землю. Вот, собственно говоря, вот такую раскраску мы предложили вот для этой карты двух миллионов соединений. Смотрите, вот эта карта раскрашена, то есть, на ней мопирован молекулярный вес, скажем, значит, то, что вы видите слева. Смотрите, зеленые – это низкомолекулярные соединения, то есть, это легкие соединения. Коричневые – это тяжелые соединения, значит, становится понятно, что с правой стороны этой карты, значит, это область низкомолекулярных, слева – высокомолекулярных. Если посмотрите правую карту, это та же самая карта, Она скрашена по отношению к растворимости в воде. Ну, они, вот эти левая и правая карты, они, значит, они как сопоставимы, потому что легкие молекулы, они лучше растворяются в воде, чем тяжелые молекулы, да, видно. Ну, а вот количество оптически активных, или так называемых хиральных центров, это не очевидно, да. Это тоже важная характеристика. Чем больше количество хиральных центров, тем дороже стоит синтез, тем труднее синтез. Этого надо избежать. Ну, и вот как можно практически использовать, значит, вот эти вот карты? Скажем, вот если вы хотите выбрать молекулы, которые одновременно имеют высокий молекулярный вес, большое количество этих оптически активных центров и низкую растворимость, значит, то, что на самом деле медицинский химик старается избежать, значит, вы выделяете на каждой из этих карт соответствующие области, вы накладываете карты, вы получаете эти области специфического интереса, уже визуально вы их видите, и тут же вы находите, так сказать, вот этих вот, поскольку речь идет о коммерческих базах данных, которые, значит, вот вкладывают, вы также находите, какие фирмы, значит, синтезируют эти конкретные молекулы, вы можете их тут же немедленно идентифицировать. То есть я хочу сказать, что карты – это очень быстрый экспрессный метод, так сказать, во-первых, вы видите визуально, во-вторых, значит, немедленно получаете количественную оценку. Значит, мы эти карты использовали для трех в лаборатории, значит, конкретных проектов. Каждый из этих проектов, значит, разработка антитромботиков, антималярийных препаратов и антивирусных препаратов, каждый из этих проектов закончился синтезом и биологическим тестом реальных молекул, предсказанных теоретически. Значит, ну, поскольку время у меня ограничено, я остановлюсь только на антитромботиках. Значит, ну, в двух словах вы знаете, значит, проблему тромбоза – это сложная, очень крайне неприятная проблема. Значит, она связана с тем, что тромбоцит, значит, который здесь, значит, плейтлет, значит, он активируется, превращается в такого ежика, значит, и этот ежик взаимодействует с другим белком, который в крови все время присутствует, фибриноген. И фибриноген играет роль такого клея, который склеивает активированные тромбоциты. И вообще, говоря, задача заключается в том, чтобы сделать что-то, чтобы не позволить взаимодействовать вот этому ежику, активированному тромбоциту с склеивающейся молекулой фибриногена. Значит, ну, вот на молекулярном уровне, значит, что происходит? Вот фибриноген – это такие нитиобразные, длинный-длинный нитиобразный, значит, белок, который взаимодействует с другим белком на поверхности мембраны активированного тромбоцита, который называется интегрин альфа-2-бета-3. Значит, вот они вот так вот, значит, длинный-длинный фибриноген, он может одновременно схватить два интегрина, относящихся к двум разным тромбоцитам, за счет этого происходит, значит, склеивание, образование тромба, да. Значит, ну, идея очень простая, собственно говоря, на том месте, где интегрин захватывает фибриноген, ставит что-то, такой гвоздь, который будет препятствовать взаимодействию, будет блокировать взаимодействие с фибриногеном. Значит, вот этот гвоздь, так сказать, органическая молекула, которая, значит, занимает центр связывания интегрина. Вот, но я не буду, опять же, вам рассказать, это большой проект, значит, кандидатская диссертация была у нас защищена. Значит, были использованы самые различные методы хемоинформатики, в том числе и карты, вот GTM это карты, значит, да. И вот, смотрите, вот эта карта, которая, значит, карта для ингибиторов интегрина, значит, молекул, который ингибирует этот самый интегрин, и видно, что здесь зеленые области соответствуют низкоактивным, коричневые высокоактивным, значит, и когда, собственно, вот эту карту мы использовали на самом первом этапе виртуального скрининга. То есть у нас была база данных порядка 20 миллионов соединений, то есть вручную, так сказать, сложно их, так сказать, всех посмотреть. И мы на самом первом этапе, мы использовали карты для того, чтобы отсечь ненужные, так сказать, кандидаты, которые явно не будут, так сказать, вести себя как антитромботики. Значит, сразу у нас из 20 миллионов число рассматриваемых молекул снизилось примерно до 7 тысяч, а уже с 7 тысячами мы использовали более тонкие методы, которые нас привели к синтезу, значит, вот, ну, на этом этапе двух соединений. Вообще мы синтезировали 8 новых антагонистов интегрина, они были синтезированы и испытаны экспериментально. Значит, и вот вы видите, значит, эти цифры, это логарифмическая шкаль активность, значит, это 9,66, это вот наш чемпион, по сравнению с коммерческим препаратом, который в аптеках очень дорого продается, 8,6, то есть этой разницы в единице означает различие активности в 10 раз. Вот, значит, ну вот, самое, значит, теперь для того, чтобы закончить мой, так сказать, разговор, значит, в плане, так сказать, перспектив, я хочу вам, значит, рассказать о новом, так сказать, направлении, которое называется Stargate. Я не знаю, вы здесь на российском телевидении шел этот фильм, это сериал такой, Stargate, звездные ворота, значит, этот, как бы, нашли некие, так сказать, такие ворота, которые связывают между собой миры. Это было, да, вот в Америке было, точно, да? Вот, ну, да, ну, в плане, так сказать, зачем это нужно вообще практически, вот этот звездный ворот. Ну, на самом деле, мы преследовали очень прагматическую цель для того, чтобы каким-то образом смоделировать не индивидуальную активность, а целый фармакологический профиль. Что такое фармакологический профиль? Вы понимаете, мы ищем, значит, ингибитор, скажем, одного белка, который, соответственно, какой-то патологии, но эта же молекула может ударить другой белок, и с этим могут быть связаны побочные эффекты, нежелательные побочные эффекты. То есть, понимаете, значит, исследовать активность по отношению к одному белку недостаточно, необходимо, вообще говоря, исследовать весь профиль для того, чтобы избежать, вообще говоря, неприятных последствий. Ну, вот здесь на этом слайде схематически показано, что это одна молекула, значит, она вот серой квадратики, вот два белка она, значит, ингибирует, да? Вот. Что же, так сказать, вот как можно вот весь профиль одновременно? Ну, значит, вот мы использовали, значит, такой подход. Вот, смотрите, одна и та же молекула, здесь она красным цветом, она с одной стороны может характеризоваться тем самыми дескрипторами, то есть структурными параметрами ее, а с другой стороны может характеризоваться набором активностей по отношению к разным белкам, да? Значит, то есть, с одной стороны, это объект в пространстве структуры, структурной пространстве, а с другой стороны, это объект в пространстве активностей. Так вот, оказывается, что вот эти карты, которые мы строим, их можно приспособить к тому, чтобы они служили звездными воротами, старгейтом, через который как бы молекула в одном пространстве видит свой имидж в другом пространстве. Что конкретно, не хочу вас грузить, так сказать, деталями, но тем не менее, смотрите, если у нас есть структура молекулы, то для одной молекулы мы единовременно как бы за один проход можем смоделировать весь фармакологический профиль, сразу все активности. Более того, если у нас есть набор активностей, которые мы, фармакологический профиль, который мы хотели бы получить, мы можем найти имиджи, значит, этих вот, вот этого, вот этой точки пространства и активности, извините, значит, здесь ошибка, это вот сверху, это activity space, да, проблема copy-paste. Так вот, значит, мы можем, значит, получить набор молекул, которые, структуры молекул, которые потенциально могли бы обладать этим целым профилем активности. То есть это очень перспективное, значит, перспективное направление. Мы начали на модельных объектах, еще не было у нас, так сказать, случаев, чтобы мы в конкретном, значит, драг-дизайн-проекте сделали, но я думаю, что мы это сделаем. Ну, собственно говоря, я хочу закончить, значит, мой доклад, собственно, где мы, в этой химографии, где мы есть на сегодняшний день, собственно говоря, мы только начинаем, собственно, мы еще долетим, так сказать, для того, значит, исследования всех возможностей химографии или химической картографии, значит, мы больше находимся на уровне вот этого атласа-страбониса начала нашего века, чем, так сказать, снимка сателлита, но это, безусловно, очень прогрессивное направление, которое исключительно мощно может быть использовано для производства новых лекарственных препаратов. Вот, ну, для заключения я хочу показать этот снимок. Значит, это моя лаборатория в Страсбурге, и здесь вы видите трех представителей Казанского федерального университета, значит, вот этот вот парень матроски Павел Сидоров, который работает над антималярийным проектом, значит, Тимур Гемодиев зеленый, значит, он работает над моделированием химических реакций, и Тимур Маджидов присутствует здесь, значит, он руководитель, руководитель многих дипломных, извините, значит, аспиранских работ, он на заднем плане. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...